Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня с вами утренняя разминка на фитболах. Я думаю, у каждого дома окажется вот такой мячик. Садимся на него, ставим плотно ножки на пол, ручки за голову, медленно отклоняем корпус вниз и на выдохе поднимаем вверх. Вдох, выдох. Этот комплекс на мышцы живота. Я думаю, каждый бы хотел иметь плоский животик. Выдох, вдох, выдох. Таких повторений можно сделать 15-20 раз. Почувствуйте приятное тепло брюшной полости. Отлично! Правую руку ставим на пол и вытягиваем правую ножку. Подтягиваем противоположный локоть к колену. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Таких повторений можно проделать тоже 10-15 раз. Соответственно, меняем ножку. Ставим левую руку, правую за голову. Вытягиваем ножку и тянем локоть к колену. Выдох, 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 выдох. Отлично! И очень приятно потянуть после этого мышцы живота. Вытягиваемся на фитбол, расслабляем мышцы живота. Отлично! Сделайте глубокий выдох и выдох. Всем удачного дня! Пока-пока! Вкусный и здоровый завтрак – это отличное начало дня. И, наверное, вряд ли кто-то поспорит с этим утверждением. Хотя не все придерживаются этого правила. Возможно, это так. И вот поэтому, дорогие друзья, мы приготовили для вас простой и необыкновенный завтрак. Смотрите на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для большинства детей самым любимым увлечением, наверное, является все-таки рисование. А используют они для этого цветные карандаши. Да, и с их помощью создаются необыкновенные шедевры. В настоящее время в продаже имеется несколько разновидностей цветных карандашей. Первые – это самые традиционные деревянные, изобретенные еще несколько десятков лет назад, с грифелем из цветного пигмента и калина. Те самые, которыми рисовали мы и наши родители. Когда-то такие карандаши составляли 100% товарного ассортимента в своей рыночной нише. Но сегодня прогресс шагнул уже очень далеко. И на пластиковых и виртуальных полках, обычные в онлайн-магазинах, представлены многие другие разновидности карандашей. Благодаря особой форме стержня идеальны для непослушных пальчиков малышей трехгранные карандаши. Коробка цветных трехгранных карандашей – идеальный выбор для подарка детям дошкольного возраста, которые еще только учатся правильно держать ручку в руках. Еще один маленький плюс подобных инструментов для рисования в том, что они не скатываются со стола, уменьшая возможность отличения ребенка от занятия, требующего сосредоточенности. Если найти в магазине трехгранные карандаши не удалось, то остановите свой выбор на наборе шестигранных карандашей. Детям до трех лет лучше выбирать достаточно толстые карандаши с диаметром около сантиметра. Для детей предпочтительно мягкие цветные карандаши. Они ярче и рисовать ими гораздо проще. Не вырабатывается привычки давить на бумагу пишущим инструментом. Что касается выбора цветной палитры, то в период, когда дети только знакомятся с цветами, стоит ограничиться небольшим набором – в шесть, максимум двенадцать цветов. Каждый наверняка любит предновогодние поры. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что можно заниматься декором. Да, действительно. Как украсить подоконник, куда повесить гирлянду, как создать уютный уголок и как же выбрать игрушки на елку. Обо всем этом мы расскажем в следующем сюжете. Вы когда-нибудь пробовали украшать подоконник? А ведь это отличная зона для декорирования. Добавьте объем с помощью небольших фигурок, композиции из еловых веток и обязательно свечи. Их мерцание так красиво отражается в окнах. Гирлянда – один из символов праздничной атмосферы. Волшебные огоньки мгновенно преобразят дом и создадут сказочное настроение. В такой обстановке только и остается, что ждать чудес. Представьте, как красиво будет в комнате, мягко подсвеченной разноцветными огнями. Кстати, большой плед, под которым можно забыть о мирской суете и полностью погрузиться в тепло и уют, возможно, станет вашей лучшей покупкой к наступающему праздничному сезону. Плед поможет не только украсить жилище, но и в буквальном смысле укроет от холодов. А еще это милый подарок для близких, который можно выбрать прямо дома за чашкой какао, избежав стресса от походов по магазинам в предпраздничном хаосе. Съездите к родителям и привезите от них парочку елочных игрушек, вызывающих приятную ностальгию о детстве. Мы уверены, что они подарят ощущение приближающегося чуда. Подберите к ним современные лаконичные игрушки в стиле сканди. Такой набор сделает вашу елку самой нарядной. Создайте для себя уютный уголок. Выделите место, в котором вы чаще всего отдыхаете. Дополните его подносом с ароматической свечой, шишками, мягким мхом и милыми мелочами. Приблизьте праздничное настроение. Не забудьте и про ароматы. Запах Нового года подарят свежие еловые ветки. Их можно дополнить композициями из корицы, апельсиновых корочек и пряностей. Попробуйте вечером зажечь несколько ароматических свечей. Они помогут расслабиться и полностью погрузиться в праздничную атмосферу. А еще постарайтесь отказаться от разговоров о работе и найти источники праздничного вдохновения. Плейлисты с музыкой из любимых фильмов. Новые мягкие тапочки. Мерцание свечей. Наслаждайтесь, ведь сказка уже рядом. Агуль, вот ты знаешь, наверное, все-таки молодому, подрастающему поколению, трудно представить, что несколько десятилетий назад мы могли позвонить друг другу только при помощи домашнего телефона или же будки, телефонной будки, которая стоит на улице. Ну вот сейчас время идет, все меняется, и позвонить друг другу можно просто взять телефон и достаточно нажать, сделать один клик на экран. Это точно. Но я хочу сказать, что многие также не знают, что телефон наносит вред. А вот какой именно, мы видим в следующем сюжете. Вред мобильных телефонов и их влияние на детей – глобальная проблема на сегодняшний момент. Ведь за эти преимущества, удобство и комфорт мы платим собственным здоровьем и здоровьем наших детей. Следует отметить, что мобильный телефон вреден не только для детей, но и для взрослых. Однако для растущего и еще формирующегося организма этот вред более выражен и опасен. Кости черепа ребенка гораздо тоньше, чем у взрослого, поэтому костный мозг ребенка может поглощать в 10 раз больше электромагнитных излучений. Мобильный телефон способен генерировать электромагнитные поля. От излучения страдают нервные и иммунные системы. А вследствие – потери памяти, снижение внимания, головные боли, невнимательность и капризность. Доказано, что электромагнитные волны могут стать причиной изменений в организме человека на клеточном уровне. Также электромагнитное излучение исходит от всех электромагнитных приборов – микроволновых, компьютеров и телевизоров. Только вот эти приборы находятся от нас на определенном расстоянии, в то время как мобильными телефонами многие не расстаются даже в туалете и спят с ними в обнимку. Мобильный телефон вызывает зависимость, особенно у детей. Поэтому говорите по телефону по необходимости 2-3 минуты. Либо говорите на громкой связи, используйте беспроводную гарнитуру. Не кладите телефон туда, где планируете спать. Особенно не оставляйте телефон в детской комнате. Старайтесь реже пользоваться мобильным телефоном в помещении, так как излучение мобильного телефона в помещении в несколько раз выше, чем на открытом воздухе. Полностью оградить ребенка от вредных воздействий не удастся. Однако стоит максимально уменьшить их количество. Покупайте ребенку телефон тогда, когда это действительно нужно. Польза от использования мобильного должна перекрывать вред его использования. Дорогие друзья, отвлекитесь на несколько минут и приготовьтесь, потому что прямо сейчас прекрасный Аликзад покажет вам мастер-класс. А именно, как необычным способом создать и нарисовать планету. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня доброе утро. Хотелось бы в Дню космонавтики сказать о том, что можно провести несколько мастер-классов, очень полезных и познавательных с детьми. По планетам Солнечной системы, звездной системы, можно было бы рассказать. И в тот же момент есть один вариант того, что можно приготовить завтрак. Если ребенок не очень любит овощи, фрукты, то можно в такой импровизированной форме, с какими-то сладостями. И Солнце, и планеты, Сатурн, Меркурий, Земля. Вот это все можно будет показать. И в тот же момент ребенок скушает, и таким полезным мы займемся. Сегодня мы будем нашу Солнечную систему. Вот у нас есть такая большая Солнечная система. И вот похожие, мы на итоге получим вот такое изделие, рисунок. Тоже такая нетрадиционная форма рисования. Мы будем рисовать с помощью шарика. Надуваем воздушный шарик, может быть, он чуть-чуть поменьше размером. И начинаем рисовать. Значит, у нас планеты Солнечной системы, их порядок и величина планет. Вот от этого зависит. Мы будем говорить о том, что звезда в центре Солнца. И потом от нее идут по порядку Меркурий, Венера, Земля. Вот это у нас получается Земля, Венера. Сейчас нам нужно нарисовать Меркурий. Мы берем более немножко светлую краску. Тут как раз детей можно познакомить и с размерами планет, и с цветами, чтобы они более-менее как-то различали. Так, Меркурий, он немножечко темненький. Чуть-чуть есть серенького. Вот добавить можно. И она такая небольшая планета, ближе всего к Солнцу. Вот как раз мы могли бы это отобразить. Следующие идут у нас планеты более крупнее. Это у нас, значит, Марс, Юпитер. Вот, можно протереть этот шарик, а можно тут же накладывать. И получается как бы как раз такое смешение цветов интересное. И форма такая интересная. У нас, значит, дальше идет вот более такой. Можно пошире чуть-чуть сделать. Потом у нас идет Юпитер. Юпитер у нас немножечко идет с такими, с проблесками белого, светлого. Вот мы можем взять светлый, желтенький. Беленький можем взять. Вот, разместить его побольше, подальше. Он уже больше планеток. Так, Сатурн, наша планета. Значит, уже смешиваем больше желтенького. Так, вот так. Светленького. Значит, у нас размещается более большая планета. Так, здесь мы можем пририсовать более, наверное, светлого цвета. Такие как бы кольца. Самое главное – объяснить различия этих планет. Следующий у нас идет Уран и Нептун. Они уже более светлые планеты. Голубые, голубые, там газовые есть испарения, белая дымка такая, кольца как раз. И вот можно будет это тоже отобразить немножечко. Они у нас идут более дальше. Вот, видите, мы, значит... И ребенку можно даже пальчиками рисовать, если младший ребенок. И вот таким образом мы сейчас с вами разместили звездную систему планет. Значит, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 у нас планет. Плутон у нас сейчас не входит. Вот, об этом можно будет тоже сообщить, потому что это маленькая планета. Поэтому... А таких у нас планет очень много. Поэтому ее сейчас не стали. Вот приблизительно так мы можем изобразить наши дорожки звездные. Вот тоже это будет. Вот таким способом, посмотрите, звезды. Такие разные звезды небольшие, капельки. Накапать. Чуть-чуть будет жиже красочка. И кисточка будет пошире. Вот у меня немножко другая. Но все равно как бы смысл понятен. Да? Вот звезды, кометы. Вот это все можно... Это целое безграничное множество нашей Вселенной. И все это можно будет отобразить и рассказать. Самое главное, это будет очень полезно и интересно. Безграничное, конечно, творчество детей. И куда оно заведет, в хорошем плане имеется в виду. Это прям даже вот никто не может представить. Это только дети могут представить. Поэтому я вам желаю, чтобы мы с вами отлично как бы проводили время. И продуктивно, и полезно. Выбор прически на свадьбу – это, несомненно, ответственное событие для невесты. И вот именно поэтому необходимо обращаться только к профессионалам своего дела, которые находятся в Центре эстетики и омоложения Мерлиу. Каждая невеста хочет, чтобы ее образ был безупречным. И свадебная прическа – не исключение. Ведь именно с ее помощью можно расставить акценты, скорректировать форму лица и подчеркнуть элегантность наряда. Свадебные прически на длинные волосы сделают королевой любую женщину. Вариантов укладки множество. Поэтому к выбору подходящей прически нужно подойти со всей ответственностью. Длинные волосы – сами по себе украшение девушки, отражение стиля и индивидуальности. Прически с локонами как нельзя лучше подчеркнут красоту длинных волос. Можно свободно распустить локоны по плечам и спине, украсив живыми цветами в том букету невесты, красивыми заколками или ободком. Невесты с локонами выглядят очень нежной, женственной и романтичной. Желательно заранее отрепетировать понравившуюся прическу, чтобы избежать сюрпризов в день свадьбы. Стилист должен увидеть заранее наряд или фату. Правильная прическа подчеркнет достоинство внешности. Можно отыскать понравившиеся модели в интернете и принести в распечатанном виде в салон, что простит разъяснений пожеланий. Вариантов свадебных причесок существует очень много, но выбрать подходящую кладку для самой прекрасной невесты помогут профессионалы из Центра Эстетики и Омоложений Мерлил. И мы превратим вас, в свою очередь, в прекрасную принцессу из волшебной сказки. Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, 1 этаж. Или звоните и записывайтесь по телефону 30 10 10. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш утренний выпуск подошел к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. А мы напоминаем, что все сюжеты передачи «Доброе утро» вы сможете посмотреть на нашем сайте ТДК-42. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч! Сегодня у Овнов могут пройти сложные деловые переговоры. Чтобы все свершилось так, как вам хочется, прибегайте к своему чувству юмора. Тельцам же придется заниматься очень важными документами. Страх допустить ошибку может заставить вас полностью сосредоточиться на работе и пропустить несколько важных звонков. У близнецов, возможно, некоторые ваши тайны станут явными. К счастью, вы придумаете хитроумный план, который переломает ситуацию в вашу пользу. Ракам не следует принимать участие в каких-либо разборах и конфликтах. Вместо борьбы просто продолжайте делать свою работу. Львы могут быть полностью вымотаны на работе. Усталость будет такой, что к вечеру не хватит сил для занятия любимым делом. Девы смогут продемонстрировать свои таланты. В области преподавания. Возможно, придется кого-то стажировать или обучать. Весы могут наделать кучу ошибок в сфере личных отношений. Если вы одиноки, есть вероятность встретить интересного человека. Не следует судить его по внешнему виду. У скорпионов же, если есть любимый человек, сегодня вам захочется его приятно удивить. Вам не будет жалко никаких денег. Лишь бы любимый человек был рад. Стрельцам сегодня придется взять на себя работу кого-то из коллег. Это будет не ваше желание, а строгое указание начальства. Тем не менее, ваши труды будут вознаграждены. Сегодня у козерогов есть вероятность острого конфликта интересов. Поэтому козерогам придется решительно отстаивать свою позицию. Водолеям же не следует проводить каких-либо реформ в области финансов. Есть вероятность, что все ваши планы потерпит фиаско. Сегодня к рыбам придется гениальная и творческая идея. Она может быть настолько хороша, что получит одобрение как со стороны родственников, так и друзей. Редактор субтитров А.Семкин